Боксинг 1867 Боксинг 1867 Боксинг 1867 Боксинг 1867 Боксинг 1867 Боксинг 1867 строчку по WBC, шестую по IBF и седьмую строчку по WBA и WBO. Это 30-летний британский боксер, носит прозвище Кот, выступает на профессиональном ринге с 2012 года, за его плечами 28 поединков, 27 побед, 13 из которых нокаутом, одно поражение от Джоша Тейлора. Из битой оппозиции можно, наверное, выделить только Хару Дэвиса и Тайрона Маккену. Каттерл не обладает серьезной ударной мощью, боксирует в стойке левши, любит размениваться плотными ударами на средней дистанции, также может работать, в принципе, и с дистанции, но на средней ему нравится больше, судя по боям. Рост 170 см, размах рук 175 см. Хорхе Линарес занимает 102 строчку, бокс-рек, но в легком весе. 38-летний боксер из Венесуэлы, прозвище Голден Бой, золотой мальчик. На профессиональном ринге Хорхе выступает с 2002 года. Линарес становился чемпионом мира в трех весовых категориях, возглавлял рейтинг лучших легковесов по версии The Ring. За это время он провел 55 боев, одержал 47 побед, 29 из которых нокаутом. У него 8 поражений, 6 из которых нокаутом. Первое поражение у Хорхе было нокаутом в первом раунде от Хуану Самбрано. Через пару лет два проигрыша подряд. Опять он влетел нокаутом Антонио Демарко в 11-м и Сэрджио Томпсону во втором раунде. После этих поражений он перешел в легкий вес. За 5 лет Линарес добыл пояс WBA обычный и вышел на бой с Ломаченко за пояс WBA Super. Ну вот досрочное поражение от Василия Ломаченко и потеря титула серьезно сказалось на Хорхе в ментальном плане. И всего через 7 месяцев Golden Boy потерпел сокрушительное поражение нокаутом от рук Пабло Сезаракана. В лимите в 140 фунтов, куда он скаканул. Затем он снова спустился в 135 фунтов, выиграл там два боя. Вот. Но проиграл последние три поединка. И если в боях там с Дэвином Хэйни и Зауром Абдулаевым еще была какая-никакая конкуренция, которую он показывал, то в свой последний бой в декабре 2022 года Венесуэлес проиграл разгромно, отдав почти каждый раунд крепкому середняку из Армении Жоре Амазаряну. Из битой оппозиции можно выделить таких боксеров, как Оскар Лариос, Гамелея Диас, Энтони Крова, Люк Кэмпбелл, Рокки Хуарес и Кевин Митчелл. Линарес отличается высокой ручной скоростью, по крайней мере отличался сейчас. Скорость, конечно же, у него упала. Хорошей выносливостью и ударной мощью. Рост 173 см, размах рук 175 см. Ну что, разберем немного бой. Линарес немного выше на 3 см, но на стороне Каттерова молодость, родные стены. Задача Каттерова занять центр рингом, установить удобную дистанцию и контролировать темп боя, постепенно его повышая. Конечно же, ему необходимо заставить соперника работать вторым номером, нагружать ударами по корпусу, давить, но при этом важно помнить его защите. Думаю, что Линарес согласится на роль контрпанчера и будет выжидать. Важно для Каттерова не подставляться под сильнейшую правую, потому что если он будет недооценивать Линареса, то может и поплатиться за это. Удар у Линареса имеется. Каттеров, конечно, такой парень, который не просит зарубиться. Он это любит. В данном бою этого делать не стоит. Задача Линареса заставить противника ошибиться. Словить его своей правой защита у британца не самая лучшая. В лучшие годы Линарес легко проваливал оппонентов, ловил их на контратаку, но хватит ли у него тайминга на данные действия, мы увидим уже в бою. Но главное для Хорхе не растерять все силы, иначе до Гонга он может им не достоять. Поэтому мой прогноз такой. Вообще такие бои принято считать мисс матчами, то есть когда силы, а с ними шансы на победу очень и очень неравны. Здесь классическая боксерская ситуация. Легендарный ветеран подходит к завершающему этапу карьеры, он все еще опасен, а получить его имя в свой послужной список, мечта в принципе любого проспекта. Главный вопрос предстоящего поединка, завершится ли он досрочно? Думаю, здесь больше будет зависеть, конечно же, именно от функционала Линареса, а не от самого Каттерла, так как он не обладает огромной какой-то там нокаутирующей мощью. Я больше, конечно же, склоняюсь к победе Каттерла решением судей. Ветеран мог бы тряхнуть стариной, но учитывая новую весовую категорию и количество поединков, это, конечно же, вряд ли. Учитывая также, что в последнем поединке ни сил, ни желания видно не было, а перестрелят на тихой волне британца в Англии. Ну, это сомневаюсь, что он сможет перебоксировать Каттерла. Поэтому, скорее всего, Каттерл победит решением судей. Может, конечно, и досрочно, но это будет зависеть только от того, насколько функционально готов Линарес. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Также я публикую ссылки на трансляции боев. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить. И пишите в комментариях, как вы думаете, кто победит в данном бою. Удачных ставок. Пока.